Вперед, Балтийцы! Вперед, Балтийцы! Евгений Гирич, можно несколько слов по сегодняшней игре, как ее оценить? Я думаю, что хороший матч. Это пятый тур. Это лучшая игра в нашем исполнении. Гола не хватило для того, чтобы забрать три очка. Ну, футболы. Надо продолжать работать. По сравнению с матчем в Самаре сегодня в стартом составе появились Макарчук и Кузьмин. Насколько сильно вот эти игроки изменили игру, на ваш взгляд? Я думаю, что кардинально изменили. Я думаю, что мы владели большую часть матча преимуществом, за исключением одного момента, когда соперник хорошо подал, и они могли нам забить. Во втором тайме больше ничего в наших воротах не было. Мы, я думаю, что доминировали практически весь матч. Роман Муртазаев после выхода на замену за две минуты создал два эпизода. Насколько сильно изменилась его степень готовности по сравнению с прошлой неделей? Если он выходит не в составе и может сыграть только 30 минут, это его готовность. В целом, как сегодняшняя атмосфера на матче? Последний вопрос. Отличная атмосфера, как всегда. Мы всегда. Болельщики поддерживают нас, гонят до конца вперед. Заряженный энергетический стадион. Спасибо большое болельщикам за то, что верят в команду и продолжают гнать вперед. Кирилл Александрович, можно, пожалуйста, несколько слов по сегодняшнему матчу. В целом, как оцените качество игры? Хорошая игра получилась, на мой взгляд. Больше тактическая где-то. Как я сказал, во прошлом периоде такие шахматы определенные. Обе команды могли сегодня одержать победу. У Балтики был момент в добавленное время. У нас было два момента на протяжении игры. В принципе, можно сказать, наверное, что результатом мы все-таки не довольны. Потому что, на мой взгляд, мы должны были обыграть сегодня в Балтике. Отдать инициативу Балтийцам – это была Ваша задумка на игру? Да, совершенно верно. Балтика хорошо контролирует мяч, но она это делает на своей половине поля, в середине поля. Поэтому здесь задача была насытить середину поля и быстро убегать в контратаке. Я считаю, что у нас сегодня это получилось. Если быть мы чуть-чуть более точны в завершающей стадии, я думаю, что к концу игры мы объясняли вопрос. Замены, по-вашему, сегодня насколько сработали? У нас все замены были сделаны, потому что ребята провели большой объем работы и где-то подустали. Мы хотели поддерживать темп, чтобы не проседать, чтобы мы были мобильны до конца игры. И поэтому эти замены связаны с этим. Ребята вышли, свое дело сделали. В принципе, доволен всеми игроками сегодня. Команда на этой неделе играла матч против КамАЗа в Кубке. Насколько тяжело было физически? У нас задачный сезон стоит в чемпионате. В Кубке задач нет, поэтому Кубок для нас была рассмотрена игра как тренировочная. Мы дали время молодым ребятам, плюс тем, у кого было малой игровой практики. Поэтому никаким образом Кубковая игра не повлияла сегодня на этот матч. Я думаю, что мы по итогу получилось, что правильно сделали. Потому что сегодня физически все 95 минут выдержали и выдержали в хорошем темпе. Атмосфера на стадионе Калининград как вам сегодня? Шикарный город, шикарный стадион. И очень жалко, что мы попали в тот период, когда болельщиков не полностью пускают. Потому что суперобстановка в Калининграде, футбол любят. И нам было бы значительно приятнее сыграть при полных трибунах. Поэтому, с учетом того, что это у вас и 12-й игрок, поэтому жаль, что не был стадион полный. А все остальное у вас на очень высоком уровне. И мы вам по-хорошему заведуем. Молодцы. Спасибо большое. Удачи. Вперед, балтийцы! Вперед, балтийцы!